Ходькова подводят итоги. Глава поселения Рита Тихомирова отчиталась перед жителями о проделанной работе за прошлый год и поставила задачи на 2018. Прорывом в развитии дорожного хозяйства поселения назвали крупномасштабный ремонт дорог. Раньше его в поселении не было. Большое внимание было уделено вопросам комплексного благоустройства территории парковки, детские площадки, освещение, зону отдыха. Все нюансы обсуждались с жителями, отметила Рита Тихомирова. Это была совместная работа, объединившая вокруг себя неравнодушных людей. Силами ГУДХ Московской области проведен ремонт въездных дорог в город со стороны деревни Морозова, села Радонеж, со стороны Дмитровского направления, дорога Ходькова-Обранцева. Общий объем обновленных въездных дорог составляет 22,8 километра. Объем вложенных средств 115 миллионов рублей. Администрации городского поселения Ходькова проведен ремонт 12 дорог. Всего проведено устройство нового асфальтового покрытия на площади 27,5 тысяч квадратных метров. Ремонт проведен на улицах Майолик, 2-е Митина, 1-я Вражная, 2-я Вражная, 1-я Рабочая, Лозо, проезд Лозо, улица Кутузова, проезд Кутузова, Щерса, село Абрамцево, улица Пушкина. Порядка 100 погонных метров асфальта было уложено на улице Ворошилова. Народной стройкой назвала глава Ходькова ремонт школы номер один. Район провел капремонт здания. Ходьковские власти взяли на себя благоустройство школьной территории. Большую помощь в этом оказали и ходьковские предприятия. 1 сентября 2017 года состоялся настоящий праздник по возрождению школы номер один. Хочу вложить собранию, что в 2017 году Сергиево-Пасадский муниципальный район весомый вклад внес во все учреждения образовательного процесса. На ремонтные работы в учреждениях было выделено 40 миллионов 225 тысяч рублей, в том числе 26 миллионов 800 тысяч рублей на школы, 11 миллионов 300 тысяч рублей на детские сады, миллион 170 на школу искусств. Решались проблемы комфорта для ребят и надежности учебного процесса. Прорывными моментами считаю появление стадиона в начальной школе номер 3, теперь школа номер 5, благоустройство территории детского сада «Золотая рыбка» и много других дел. Ходькова стала активным участником программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Данное направление работы по расселению я возглавляю лично, работает специальный штаб. И самое главное, есть доверие и понимание жителями. В области мы по данной теме находимся в лидерах и 10% реализованной программы Московской области в 2017 году выполнили мы, наша Ходькова. Хочу особо остановиться на отрасли санитарной очистки. Именно эта сфера переживает самые трудные времена и на 2018 год станет самой главной темой в повестке городских властей. Говорили и о строительстве новой Ходьковской больницы. Вчера уже прошло первое совещание по подготовке проектно-смертной документации. В этом году проект должен быть готов. В следующем году, в 2019, мы должны начать работы. 2020-2021 год, мы сейчас строим чуть быстрее графиков, я думаю, что плюс-минус 2020 год, начало 2021, мы должны уже рассчитывать на то, что новая больница будет открыта. Никаких сомнений в этом нет. Деньги в областную программу строительства подобных объектов заложены. Так что мы можем приступать к решению следующей проблемы, которые нам перед нами местная власть поставит. Но информировать вас, как идет дело со строительством больницы, мы, конечно же, будем. Но у больницы быть все идет нормально. За этот вопрос можете не переживать, как и обещали. Мы движемся вперед. То, что у Ходькова динамично развивающееся и комфортное поселение подтвердили и сами жители. Детский садик, школа, дороги очень хорошие стали. Вот я в девятом году приехала, дороги были как сельские, а сейчас и очень хорошо за дорогами следят. Ну, я считаю, что очень хорошо. У нас все поменялось в лучшую сторону. Что в каком, ну, я не знаю, что ни коснись. Бурно. Очень хорошо развивается. Много нового. Вот, дороги, инфраструктура. Ну, все хорошо. Наш Ходьков развивается замечательно. Во-первых, у нас парк новый, юбилейный обновился уже несколько лет. Открылись новые детские центры, где дети могут проходить разные предметы, в том числе английский язык, хореографию, разное творчество, сниматься рукоделием. Нравится, какой шикарный парк у нас Покровский. Вот у меня ребенок туда ходит на каток. Ну, и вот сам культурный центр нравится. Приезжают артисты, мы ходим в театр смотреть спектакли. Очень довольны. Во-первых, парк у нас какой красивый. Площадки детские, очень хорошие. И чистятся они до сих пор, все площадки очищены. А так комфортно, да. Спасибо за работу. Так дальше держать. Глава района и депутаты всех уровней законодательной власти дали высокую оценку работе ходьковских властей. Здесь люди, находящиеся в руководстве местной властью, работают более активно, требуют к себе большего внимания с нашей стороны, в хорошем смысле этого слова. Что-то куда-то постоянно нас подталкивают к каким-то решениям, поступкам. Попробуйте, Григорьевне, откажите. В любом случае, это зависит, работа любого поселения зависит от людей, как и работа района в целом. Если первые лица территории хотят, поднимают, видят какие-то цели впереди, стратегию, тактику определяют для себя верно и правильно, если живут проблемами территории, то у них все получается. У нас один из главных принципов нашей работы – это лидерство. И мы говорим, что лидерство – это действительно реальность. Про Ходькова я могу сказать, что вот этот принцип, вот принцип этой работы, власти Ходькова используют еще до постановки этой задачи, то есть уже на протяжении последнего 5-7 лет. И, честно говоря, у них это очень получается. Мы этому очень рады. Работой администрации Ходькова, главой, очень мы довольны. Неоднократно Риту Григорьевну ставим в пример, потому что, когда мы начинаем только о чем-то мечтать и говорить, там другие поселения, в Ходькове уже есть свой проект, они уже готовы его реализовывать. Городское поселение Ходькова действительно демонстрирует хороший темп развития, эти результаты видны и заметны, и заметны жителями. Большой объем работы был проделан, и те вещи, которые 3-4 года назад были только идеями, были мыслями, мы сегодня видим, что они притворяются в жизнь. Это и парк Покровский, который пошел в тройку лучших в Подмосковье и уступил место только таким ведущим паркам, капиталоемким паркам, это Домодедово и Химки. Это большой результат, который был здесь достигнут. Производится ремонт и школьных, и дошкольных учреждений. В этом году был, в 2017 году был запущен стадион возле школы, поэтому по многим направлениям ведется работа, и эта работа заметна жителями. И сегодня уже подходим к решению других, более серьезных, насущных проблем. Это и больница Ходькова, сегодня мы подошли уже вплотную к решению этой проблемы. И все эти вещи, они, конечно, во многом благодаря активной позиции жителей, которые приходят не только с критикой, но и с конкретными предложениями. Всем огромное спасибо. Эта фраза звучала несколько раз. Рита Тихомирова отметила, Ходьковской администрации, Совет депутатов поселения – одна команда. Рабочие отношения строятся на доверии, оперативности действий и желании сделать жизнь ходьковчан комфортной. Ирина Белякова, Антон Каврижных. Тема.